Владимир Х, он же Владимир Путин, по инерции требует от своих информационных войск теребить орешник, показывать, что у него он большой и орехи на орешнике большие и крепкие, но жизнь показывает, что они начали вянуть орехи у Владимира Путина. И есть два важных момента. Это украинский фронт, и тут есть, как я и говорил, есть военно-техническое решение, чтобы остановить российское наступление, и наконец-то в действующей администрации Белого дома это решение приняли. Что имеется в виду? Самая главная новость сегодняшнего утра, что Соединенные Штаты передадут Украине три системы дистанционного минирования, дистанционной постановки противопехотных мин. Это колоссальный вклад в остановку наступления, ну и как результат потом уничтожение всех до последнего на российских захватчиков. Вот так выглядит эта система. Вот она разбрасывает подарочки оркам. Орки наступают на подарочки и отправляются туда, где они будут ждать Владимира Путина. Подписывайтесь на мой YouTube канал, мы называем здесь вещи своими именами. Это новость из нашего театра боевых действий. Тут надо вообще-то напомнить, что Джозеф Байден перед выходом на пенсию, он не только своего сына амнистировал или сделал так, что его теперь не посадят. Эта тема нас не касается. Но он еще выписал 725 миллионов долларов вчера, в том числе на дистанционные системы минирования. А вторая тема, внимание, это Сирия. Сирия, где Владимир Путин получил жестких люлей. И процесс этот пока не останавливается. Что там происходит? Значит, просто какой-то союз Турции и Украины, который нанес удар в спину или в псину. Дальше мы говорим про Украину. Как мы с этой стороны подвязываем Украину. Украинцам на руку все то, что работает против нас. И они готовы привлекать абсолютнейших дегенератов, всех этих террористов, и террористов с территории Чечни, и террористов с территории бывших советских республик. И весь этот человеческий мусор они готовы брать себе на службу, потому что это работает против нас. Откровенно говоря, дегенераты в основном сейчас собираются в российских студиях, которые в некотором роде тоже являются целью. Может быть, там немножко надо рассыпать этих противопехотных мин, чтобы не было такого количества бреда в российском эфире. Ну и есть мнение, что это основа выздоравливания российского населения. Общества там нет. Только население. Турция хочет кусок Сирии, свой протекторат. Американцы хотят навредить нам, украинцы хотят навредить нам. И тут, как справедливо было отмечено коллегами, звезды сошлись, и все, вот всем сейчас хорошо. А каков украинский вклад в это во все, кроме как желания навредить нам? Вот насколько они здесь, не знаю, сыграли ли хоть какую-то решающую, может быть, роль? Я бы не назвал роль решающую, но украинская армия обладает опытом современных боевых действий. И, естественно, консультирует всех тех, кто работает против России. Мы это видели на территории Африки. Мы видим это на территории Ближнего Востока. Так что клуб желающих навредить России работает сегодня против России. И эти люди когда-то называли нас фейл-стейт. Да, мы просто чемпионы. Еще раз, нужно отдать должное, что россияне прекрасно осознают, что их военные преступления никогда, ни при каких обстоятельствах не будут забыты. Можно сколько угодно размышлять на тему заморозка, не заморозка. А отстреливать российских военнослужащих мы продолжим. Как говорится, запомните эти слова. Так вот, внимание, значит, они там очень чувствуют, что, ну как же это-то называть. Сначала они не хотели вообще о Сирии говорить. А потом выяснилось, что Сирия, она связана с Украиной. Вообще все конфликты взаимосвязаны, особенно если учесть, что есть вот эта ось зла. Все эти прекрасные в кавычках страны, соответственно, Сирия, Иран, Россия и КНДР. И тут не стоит вопрос в принципе, что нам кто-то перестанет оказывать военную помощь, сколько бы ни звучали вот эти вот слова а-ля заморозка. Но Трамп еще не вернулся в Белый дом со своими прекрасными намерениями просто прекратить стрелять. А россияне получили очень и очень жестко. Это называется второй фронт. Это каждый раз, когда произносите «мы опираемся, наши объекты», тогда абсолютно, мне кажется, логичный вопрос. Это атака на Асада или это атака на нас просто через сирийцев? Но одно другому не мешает. Для Эрдогана это и одно, и второе, и третье. И в общем, я думаю, что сейчас это акцентировать не будет наше руководство, особенно официально на публичном уровне. Но какие-то выводы будут сделаны в отношении Турции, пометочки какие-то будут сделаны. Звучит постоянно, да. Давайте мы тогда материал посмотрим, потому что не только мы, но и Международное информагентство, и Ближневосточная пресса, все они так или иначе вспоминают про роль Турции в этом, но для нас она совсем не благостна. «Прекрасный военный союз Украина, Турция и Соединенные Штаты». На турков льют помои, просто шуба заворачивают, льют помои и строят в Турции атомную станцию. Ну, известно, что Путин он король многоходовочек, потом, правда, он все время говорит о том, что его тягали за нос. Значит, в чем нюанс? Значит, россияне понесли серьезное поражение в Сирии, и тут, внимание, загадка. Населению Москвы это будет интересно, правда? Вот с одной стороны, они там все носятся. «Орешник, орешник, мы сейчас как бахнем по одной стороне, по второй, по третьей». Но когда касается, например, Сирийской республики, почему-то никто не вспоминает про «Орешник». Ребята, если у вас какой-то есть инструмент, то он должен быть универсальным, правильно? А то получается, что Европе орешникам можно грозить, а туркам нет. А знаете, почему нет? А потому что турецкая армия занимает почетное второе место после украинской армии, против послезбройных сил Украины, по количеству убитых российских военнослужащих. У турок и есть потенциал. Но что там? Где ваш орешник? Завял? А сейчас батя мне пишет из Краснодара. А ты знаешь, что у нас из орешника делали розыги? В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розыги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалась, что это хорошая идея для следующего нашего какого-нибудь вот такого страшного оружия, способного их удивить так, как удивил орешник, назвать это оружие розгами. Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они же по-другому не понимают. Розги, они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают. Вроде как по инерции они хотят по кому-то жахнуть. Жахнуть таким образом, чтобы Путин сразу всех победил. Победил еще вчера, ну или как минимум за 2-3 дня. Они даже думают о том, что нужно срочно вернуться к Блицкригу. Это не шутка, это просто российский идиотизм. Мол, нужно очень быстро теперь победить. Вот 2-3 года это была разминка, а вот сейчас надо действительно жахнуть. Жизнь девочки, убитой подонками FPV-дроном в Белгороде, вот она самая важная. Поэтому по мне, вообще, знаешь, я же сразу говорил, жахнуть один раз, потом Киев отстроим заново. При этом мирных людей, мы предупредим, 3 дня покиньте город. Покиньте город и жахнуть. Все, и на развалинах поставить флаг Российской империи, и сразу войны нет. Ты в отличие от Путина. И на оглохах самовластия напишем наш имена. Это большой вопрос, будет ли могила у Соловьева, Симоня, но и у Владимира Путина. Может так случиться, что будет как у их идейного папы Адольфа Гитлера. Имя в истории осталось, а вот могилки нет. Такой рабочий вариант. Значит, по поводу девочки, которая погибла в Белгородской области. Девочку жалко, я тут не иронизирую. Только вот хочется сказать, а что было бы с девочкой, если бы Российская Федерация не напала на Украину в 2014 году? Девочка бы выросла бы, вышла замуж, родила бы детей, и все бы у нее было бы хорошо. Но российские нацисты испортили жизнь девочки. И это надо просто зафиксировать. А по поводу других российских граждан, тут же надо не забывать о том, что война, она чем дальше, тем больше будет приносить смертей именно на российской территории. Если кто-то думает, что они безнаказанно будут убивать гражданских и не только гражданских. Например, из последнего, в Тернополь прилетел дрон раненый, погибший. И это будет безответно. Это ошибочное мнение. А там, где и Тернополь, там и Харьков, там и Херсон. В этом плане Владимир Путин нам всем, я в этом никогда не сомневался, но Владимир Путин всем объяснил, что Украина едина, незалежна, что у нас нет никаких противоречий внутри. Чтобы там не нашептывали различные там пророссийские рты, в том числе в американской эмиграции. И последняя Америка, безусловно, наносит удар по нам, создавая еще одну точку напряженности, создавая нам... Это еще и далеко идущие последствия для России. Если, не дай бог, Сирия падет под натиском этих зверей, я вас уверяю, это будет постоянной точкой напряженности для нас, для нашей внутренней безопасности. Вспоминаем Крокус и так далее. Через мигрантов, через Среднюю Азию, Таджикистан, Узбекистан, этих товарищей там полно. Это будет база по подготовке террора. Мы сейчас вам все это покажем. Это будет база по подготовке террористов, для того, чтобы они устраивали теракт у нас, в Иране и везде. Что-то совсем не расстроились. Вообще-то в части теракта в Крокусе обвинили они кого? Украину. А теперь раз и забыли об этом. Не надо забывать. Ребята, вы на работе, надо качественнее готовиться к эфирам. То есть проговорились, наплевали на официальную версию Следственного комитета и Владимира Путина. Оказывается, это все эхо Ближнего Востока. Кто бы мог подумать. Ну просто фактически цитируют официальные сообщения Службы безопасности Украины. Заметьте, после того, когда представители армии России, ну и соответственно армии Асада бежали из Алеппо, у них была где-то трехдневная пауза. Они молчали и делали вид, что ничего не происходит. Кстати, в эфире так никто и не сказал, что Алеппо теперь не наш. Потому что когда они вели боевые действия, бомбили этот город пять лет назад, это все подавалось по принципу «Россия здесь навсегда». Проходит какое-то количество лет и выяснилось, что ничего подобного россиян в Алеппо нет. И на каком-то этапе будет реализован этот же сценарий и по отношению к Крыму и другим украинским оккупированным территориям. Мы найдем время, мы найдем историческое окно возможностей, придем и всех их уничтожим. Российских захватчиков. Это важно подчеркнуть. Мне предельно понятен. Это эскалация не только на Украине, по всем фронтам. Причем, если кто-то думает, что какие-то там балбесы полезли на Алеппо, просто так совершенно не так. Это все звенья одной цепи. Сегодня обострение в Сирийской Арабской Республике. Это очередная попытка воткнуть нам нож в спину. В наших что? Не тылах, а честно говоря, в нашей зоне интерес. Я думаю, там все-таки среагируют довольно-таки жестко и нормально по этому вопросу. Но то, что там сегодня это началось, и завтра это точно не прекратится. Список стран, которые это сделали с Владимиром Путином и с Россией в Сирии очень большой. Да, Соединенные Штаты. Да, Турция. Да, Украина. Мне вот честно, очень нравится, когда они рассказывают о том, как Украина вносит вклад в отстрел российских военнослужащих в любой части этой планеты. До этого жаловались они на то, что россияне погибали в Мали. И теперь они жалуются, что они погибают в Сирии. Но по поводу Украины они тоже жалуются, но делают это как-то вот так. Что для наших ребят, приходящих с фронта, не хватает революционных центров. Мы еще пока не выясняли, не занимались, действительно есть такая проблема или нет. Но я знаю, что нашу программу многие смотрят, в том числе и те, кто принимает решения и отвечает за какие-то решения. Просили бы обратить на это внимание, а мы со своей стороны, пусть это будет наш женский взгляд, будем придерживаться того, что кроме Орешника выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть. Благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. Какая кромола, реабилитационных центров не хватает. А ведь если задаться вопросом, а что это значит? Это значит, что тезис о том, что у армии России нет потерь или они несущественные, не соответствует действительности. Как она просто макнула в российский нацизм самих россиян. То ли еще будет, вам всего будет не хватать. И в части лежачего, на то они и реабилитационные центры, чтобы там лежать. Вопрос в чем? Как российская пропаганда пытается, абсер в Сирии, оправдать украинским фактором, украинским следом? Мне это очень и очень нравится. Вот правда. Просто сидят и раздают комплименты Украине. Что мы сейчас видим? Грузия, Сирия. Мы же и там, и там видим украинский след. Давайте посмотрим в Сирии, что произошло. Мы же хорошо понимаем, что сейчас среди боевиков видят украинцев, которые передали технологию работы с IPV-дронами. Какая-то глубокая обида в голосе Владимира Мудозвона. Кто бы мог подумать? Он это произносит с такой интонацией, что у него что-то побывало во рту. И после этого произошло прозрение. И он теперь сомневается в гении Владимира Путина. Нужно отдать должное, что Владимир Соловьев, он чаще и все больше и больше ставит под сомнение авторитет и адекватность ВВХ. Не только помет чувствует что-то неладное. Масса людей с угрюмыми лицами, с экранов российского телевидения намекают в той или иной мере. А иногда прямым текстом говорят, что Путин геополитический идиот. Что он втянул Российскую Федерацию в такой расклад, из которого едва ли она выйдет как это центром геополитического влияния. Еще раз. Они потратят все свои силы в Украине. Они убьют многих граждан Украины, как они уже сделали на самом-то деле. Но результат будет абсолютно противоположный. А Украина в конечном счете станет еще ближе к Западу, чем это было перед полномасштабным вторжением. И вступит в НАТО, и в Европейский Союз. А потом кто-то задастся вопросом. Не, ну действительно Путин идиот. Иметь в Украине политическое влияние, да уж города включительно, а потом подтолкнуть вступление этой страны в НАТО и Европейский Союз. Ну, все как он хотел, только наоборот. Кому Эрдоган таким образом передает привет? Он решает внутренние задачи, он передает привет иранцам или нам пытается что-то сказать? Он и нам передает привет. Именно нам привет привет. Потому что в Турции, скажу честно, есть большое недовольство тем, что Владимир Владимирович Путин уже в четвертый раз, насколько я знаю, переносит свой визит. А там один из ключевых вопросов... Так там и не было обещаний. А мы говорили в скором времени. Нет, нет, нет. Там как раз с турецкой стороны четко еще весной было сказано, что один из ключевых вопросов это обсуждение Сирии. А Путин в последнее время за границу вообще не сильно спешит. По каким-то причинам он считает, что он может поехать в Турцию, попасть в Эгагу. Ну и, соответственно, вот такие вот результаты. Значит, они вот... Внимание! Вроде бы как на Эрдогана батон крошит. Но вот если еще раз проанализировать все, получается, что неадекватен именно Путин. И это российское телевидение. Кооперация с Америкой, безусловно, есть. Турция – страна НАТО. Это сделано не только Турцией. Это сделано прежде всего Турцией. Но при активном содействии Израиля и Соединенных Штатов Америки так получилось, звезды сошлись, что сегодня вот этим ударом они наносят урон всем своим врагам. Израилю надо максимально дестабилизировать ситуацию в регионе вслед за установлением перемирия с Хизбаллой. Им нужно продолжать напряженность. Им нужно продолжать давить на корпус стражи исламской революции. На интересы Ирана в регионе они это делают. В первый день погиб генерал Ксира, который командовал советниками в Алеппо, иранскими. Как они смогли сразу нанести такой точечный удар? Террористы, боевики, вот эти обезьяны, прошу прощения. Понятно, что у них были наводки, что у них были все явки и пароли, предоставленные Израилем. Точно так же Турция помогала Израилю отрабатывать военный ответ по Ирану. Турция в составе НАТО. А вообще-то российская армия в Сирию зашла, для того, чтобы это не случилось. То есть они должны были это все каким-то образом остановить авторитетом ВВХ. Но пошло все по другому сценарию. Российские флаги сжигают, подтираются портретами ВВХ и, соответственно, Асада. И всем очень тревожно. Потому что был выбран очень удачный момент. И совпали интересы двух великих держав, которые стоят за террористами. То есть Соединенных Штатов и Турции. При всех наших хороших отношениях с Асадом мы должны ему помогать, безусловно. Наши самолеты уже помогают. Но задача спасения Асада – это задача Ирана. Потому что Асад – это ключевой союзник Ирана. Иран в десятки раз больше нас заинтересован в спасении Баши Расады. То есть, другими словами, российское население начали готовить к тому, что при определенных обстоятельствах они соберут манатки и свалят с Сирии. Потому что там украинский след и там отстреливают российских военнослужащих. Вывод один. Когда в Кремле заявляют, что Россия здесь навсегда – это не что иное, как понты. Нужно искать окно, историческое окно возможностей. И ударить так, чтобы они бежали до Калужской области. А может быть и до Московской. Тут варианты возможны. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Как вам вездесущая Украина? Просто украинский след. Не на ту страну вы напали, российские негодяи. Украина была, ей будет. До зустречи.